МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помогают фронту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студенты политехнического колледжа плетут маскировочные сети. От обращения с оружием и оказания первой помощи до управления беспилотниками. Хочу помочь своим ребятам. Под Казанью контрактники проходят ускоренные курсы подготовки перед отъездом в зону боевых действий. Танцуют все. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Нижнекамске прошел татарский опен-эйр. Пример для соседей. Это ночная красавица, очень красивая. Светет вся в цветах, светит и желтая, и краса есть. Жители дома химиков 6А создают красоту на клумбах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Об этом не только прямо сейчас. Сейчас в прямом эфире Нижнекамские новости в студии Вера Вирц. Здравствуйте. Продолжают помогать фронту студенты политехнического колледжа имени Королева после практики плетут маскировочные сети. Делать это они начали самые первые, еще зимой. Вот и летом не бросают работу. Их примеру последовали другие учебные заведения, нефтехимический колледж, а также 19-я школа. Ребята понимают, что их помощь жизненно необходима тем, кто сейчас на фронте. Сегодня во время практики вышли. Сергей Молоков, студент третьего курса. От работы, как и студенты политехнического колледжа, он не отлынивает. Старательно каждый день вплетает в маскировочную сеть отрезки тканей разного цвета. Говорит, когда не знал технику плетения, было трудно. Сейчас же помогает опыт. На данный момент самое сложное – это плести накрест. То есть, когда уже сплетено, то довольно трудно. И когда плетешь накрест, приходится пробираться через вот эти полокна. И довольно трудно дается. Мы пытаемся довольно плотно плести, понимая, что это очень важно, что это может спасти жизнь. Ну и прилагаем все усилия. Плетут сети в образовательном учреждении не только студенты. Помогают педагоги и другие работники. Например, одни режут ткань на ленты, а другие вырезают из них заготовки. Приходят на помощь и простые горожане. Объединяет их одна цель – помочь фронту сделать все возможное, чтобы наши бойцы поскорее одержали победу. Мы трудимся всей группой. И не зря. Чтобы спецоперация прошла успешно. Мы закупаем материал и основы для сетей. И потом ребята из политехнического колледжа плетут эти сети, помогают. Они одни из первых это начали делать из студентов. Потом подключились нефтехимический колледж и также школа 19. Вот совместно мы плетем сети. Студенты политехнического колледжа уже передали на фронт более 30 москвилочных сетей. Ребята понимают, что их помощь в тылу жизненно необходима тем, кто сейчас на фронте. Вера Муратова, Илья Челноков, Новости НТР. Сегодня очередная команда новобранцев, заключивших контракт с Минобороны, отправилась по местам службы из военкомата Нижнекамска. Всего 5 человек. Военнослужащие будут проходить службу в подразделениях Южного, Центрального, Восточного, Ленинградского, Московского военных округов. В том числе участвовать в СВО. Военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Газинур Сидиков, представители боевого братства и родственники пожелали бойцам с честью выполнить свой служебный долг и вернуться живыми и здоровыми. Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательны. Теперь в Татарстане заключившие контракт на военную службу смогут получить единовременно до 1 миллиона 705 тысяч рублей. Повышение связано с установлением федеральной выплаты в 400 тысяч рублей при заключении контракта в период с 1 августа до 31 декабря. Под Казани у контрактники проходят ускоренные курсы подготовки перед отъездом в зону боевых действий. За пять дней будущие военные осваивают базовые навыки. От обращения с оружием и оказания первой помощи до управления беспилотниками. Особое внимание уделяется практическим навыкам, ведь большинство инструкторов – действующие бойцы или ветераны боевых действий. Жилье, питание и обмундирование предоставляются бесплатно. Пострелял, значит должен сместиться и пойти. Уходишь в эту сторону. Упал. Здесь, вдаль от линии фронта, десятки добровольцев готовятся к отправке в зону боевых действий. За пять дней из них сделают настоящих профессионалов. Это не просто курс молодого бойца. Здесь готовят к суровой реальности. Делятся бесценным опытом, полученным в реальных боях. Даю так называемые фишки, в кавычках, которые им пригодятся. К примеру, один из примеров. Здесь на большой земле остается супруга или мать, он уходит туда. То есть между собой в части контакта они определяют так называемое кодовое слово. Словно это ромашка. То есть боец, если у него есть возможность выйти в эфир на большую землю, в общении, в смс или в телефонном звонке, первое ключевое слово у нас кодовое идет – ромашка. Что значит это? Если кодовое слово обозначено, значит вторая сторона понимает, что у бойца все в порядке. Учат всему, что может понадобиться на передовой. Как обращаться с оружием, пилотировать дроны, выживать в условиях боя, а еще тактической медицине. Все это не простая теория, а проверенные жизнью знания от инструкторов, прошедших горячие точки. На путстве одно – служить с достоинством и честью и помнить, что их ждут дома. Это самое главное. Наши обучаемые разных профессий, разного возраста. Они изъявили желание защищать свою родину, но навыки, которые необходимы для этого, я считаю, они должны получить хоть и в короткое время, но в нужном эффективном объеме, дать им те навыки безопасного обращения с оружием, оказания доврачебной помощи на поле боя, взаимовыручки, боевому слаживанию. В плотном графике стрельбы, тактические занятия, обустройство позиций, работа с картами и дронами – привычные армейские условия. Подъем в 6 утра, отбой в 11 вечера. Некоторые бойцы даже никогда не служили, поэтому для них все в новинку. В республику Бурятия прилетел, вот так и занесло. Почему поехал сюда, в эту республику, здесь наслышан, инструктора хорошие, специалисты с боевым опытом. Я не служил, вот, первый раз, для меня все новое. Это было стремление давно, тем более медицина, я связана с медициной. И хочу помочь своим ребятам, поддержать, спасать, и тем не менее, чтобы было у нас больше выживших. Я как бы физически подготовлена и ощущаю себя комфортно, все замечательно. Атмосфера дружеская, чувствуется плечо товарища, и даже несмотря на перепад возрастных границ, многие сдружились, хотя собрались из разных уголков страны. Через несколько дней эти ребята отправятся в зону СВО. Они знают, что их ждет и готовы защищать свою родину. Контрактники могут рассчитывать на единовременную выплату до 1 миллиона 700 тысяч рублей. Эта сумма складывается из выплат от Татарстана, Минобороны и муниципалитетов. А в Нижнекамске из-за аварийного состояния путепровода на автодороге Южная с 7 августа будет перекрыто движение транспорта. Такое решение было принято на выездном заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Как показал осмотр, состояние дороги не отвечает требованиям безопасности. В пресс-службе отметили, что существует опасность полного разрушения путепровода, что может привести к серьезным последствиям. В период действия ограничений водители смогут добираться до промышленных предприятий по улице Индустриальная. Загородили путь для машин. На пешеходах и велодорожках появились специальные столбики. Сделано это для обеспечения безопасности. Их установили у домов по проспекту Химиков 36 и напротив Корабельный 1. Также закрыт путь для автомобилей у торговых центров Кольцо и Нового Эссена. А все потому, что на оживленные пешеходные зоны выезжали машины и создавали опасность для людей. Сейчас у Химиков 36 столбики покрасили специальной светоотражающей краской, чтобы даже в темное время их было видно. Всем давно было известно о проблеме, что здесь вот по этому пешеходному тротуару ездят автомобили. И доходило до того, что они даже пешеходам сигналили, чтобы пешеходы не мешали им ездить по тротуару. Установили вот на днях ограничительные столбики, чтобы машины сюда не заезжали. Но появилась проблема, что в темное время суток эти столбики не видны самокатчикам, не видны велосипедистам. Поэтому купили вот такую светящуюся краску, светоотражающие наклейки. И таким вот образом подкрашиваем эти столбики, чтобы в темноте было видно всем участникам дорожного движения. Дмитрий Россихин, которого искали, всем городом найден живым. А напомним, мужчина переехал на заработки из Волгограда, но месяц спустя перестал выходить на связь с родственниками. Благодаря помощи горожан волонтеры нашли пропавшего и вскоре отправят домой на поезде. Я напоминаю, что для вашего удобства медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Выпуск новостей в прямом эфире можно смотреть и в нашем телеграм-канале НТР24.ру. Он, как и на телеэкранах, начинается в 19.00. Там же ведется круглосуточное обещание телеканала Татарстан24. Штраф за отсутствие горячей воды заплатит Водоканал. Поводом для таких мер послужило обращение нижнекамцев. Жильцы Дома химиков 25, студенческая 59 и Мира 81 пожаловались на ненадлежащее предоставление коммунальных услуг по горячему водоснабжению. В ходе проверки факт подтвердился. Водоканал нарушил срок допустимой продолжительности перерыва подачи горячей воды. За данную оплошность жилищная инспекция наказала поставщика услуг и выписала штраф в размере 30 тысяч рублей. После вмешательства наладили и подачу воды. Пример для соседей. Жители Дома химиков 6А уже несколько лет создают красоту на клумбах у своих подъездов. Первые цветы появились там больше 15 лет назад, благодаря одной из местных жительниц. Постепенно цветник стал разрастаться и соседи начали брать с нее пример подробности в сюжете Анжелики Степановой. Это ночная красавица, очень красиво светит. Вся в цветах сидит и желтый, и красный есть. Петуньи однолетние, бархатцы однолетние. Астры мы посеяли дома и все, их высадили. Перечислять цветы можно долго. Флоксы, пионы, хризантемы, сентябринки, ромашки – лишь часть того, что растет на клумбе. Уже 4 года за эту красоту отвечают две жительницы 9-го подъезда – Вера Латыпова и Рафида Григорьева. Раньше здесь не было ничего, кроме кустарников. Постепенно женщины начали привозить семена с огородов и обмениваться рассадой с соседями. Так под их окнами появилась собственная оранжерея. Соседи радуются благодаря, даже на видео снимают, проходят, приезжают, смотрят даже. Мужчина даже свою жену привел, говорит, ой, посмотри, как здесь красиво, как здесь все насажено. Ни одной травинки нету, я бы в жизни в огороде так не смог ухаживать, как здесь люди ухаживают. Которые у нас нету, мы стараемся брать. С дружками делимся. Хризантемы, которые красивые еще бывают, мы берем, друг другу делимся. А какие-то, может быть, дальнейшие планы есть? Чем-то еще украсить, что-то высадить. У нас гортензия вот так вот, красиво. А эта клумба помоложе, существует только 2 года. За ней ухаживает Константин Эргашев. Признается, очень любит создавать красоту, поэтому не мог смотреть на пустой клочок земли. Закупил семена и декор и взялся за дело. Говорит, все идеи берет из головы, а на реализацию времени не жалеет. Когда любимое дело, как-то время не замечаешь. Не дай вам говорить, счастливые часы не наблюдают. Вот у нас так же. Вроде вышел, копаешься, хоп, и вечер уже. Ну, после работы тоже придешь, копаешься. Ну, как-то, не знаю, за временем, не следим. Замечал такие вещи, когда, допустим, люди идут, вроде вечером, уставшие с работы. Остановятся, посмотрят, начинают фотографировать. Пофотографируют, уже такие на подъеме все довольные, счастливые пошли дальше. Приятно, приятно. У 10-го подъезда находится самая первая клумба, которую начали благоустраивать еще в 2007 году. Тамара Круглова рассказывает, сначала высадила маленькие тюльпанчики, потом добавила розы и лилии. По сей день 84-летняя пенсионерка старается беречь живописную картину. А соседи, для которых она служит примером, во всем помогают. Конечно, хочется, чтобы весь двор был, чтобы все подключились. Но не хотят. Я вот с клюшкой все равно работаю. Весной не смогла участок свой обрабатывать. Расстроилась вообще. Они устроили субботник. Все собрались, все перекопали. И все. И началось. В следующем году Тамара Александровна хочет высадить здесь ароматные лилии. И надеется, что в будущем остальные жильцы тоже подключатся к благоустройству двора. Анжелика Степанова, Максим Липин, Новости НТР. И если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Новости НТР. Родников госавтоинспекции. Инспекторы провели с молодежью профилактическую беседу о том, как нужно вести себя на проезжей части, как выезжать из-за припаркованного транспорта и переходить дорогу. А еще полицейские рассказали ребятам о своей службе и познакомились с устройством патрульного автомобиля. Все желающие могли почувствовать себя в роли инспектора ДПС, посидеть за рулем и сделать фото на память. Участники парада были награждены памятными призами, дипломами и детскими водительскими удостоверениями. И еще одно интересное событие произошло в Нижнекамске. Национальная дискотека. Под зажигательные песни татарского эстрадного ансамбля «Ильхам» в пляс пустилась не только молодежь, но и люди почтенного возраста. Побывала там и наша съемочная группа. Как в далекой молодости эти бабушки решили вновь пуститься в пляс. Три подружки пришли погулять в обновленный парк аттракционов, а тут настоящая дискотека. И даже возраст, а бабушкам уже под 90 лет, не стал преградой. Ведь в этом деле главное, чтобы танцевала душа. У нас все нации такие объединенные, всем там хорошо. Все, и русские, и всякие нации, все танцуют, все слушают, все хорошо. Артисты такие хорошие. А развлекали гостей артисты эстрадного ансамбля «Ильхам». Отбрадно было заметить, что на танцы пришли в основном люди в почетном возрасте. Не часто у них есть возможность отдохнуть и потанцевать именно на татарской дискотеке. Так весело, так удачно у них получается всегда. Мы не пропускаем ни один праздник, всегда посвящаем, нам нравится. Организаторами дискотеки стало Черемшанское землячество. Мероприятие нижнекамцам понравилось, и они уже ждут следующей дискотеки. Они предлагали нам почаще такие дискотеки устроить. Вот хотим, я же говорю, месяц хотя бы два раза такие дискотеки мы хотим организовать. Сегодня как проходим? Сегодня отлично проходят ветер, все довольны, все танцуют. Прекрасный вечер. В планах проводить татарские дискотеки для всех желающих два раза в месяц. Светлана Шумкова, Альбина Валеева, Илья Челноков. Новости НТР. Увидеть огромное производство нижнекамского предприятия «Сибур» «Нижнекамскнефтехим» и не только увидеть, но и раскрасить мир нефтехимии яркими красками. Такая возможность появилась у маленьких жителей нашего города. «Сибур» выпустил детскую раскраску «Между нами химия». Первыми их оценили дети сотрудников Нижнекамскнефтехима, отдыхающие в лагере «Юность». Викторина с вопросами из мира занимательной химией. Что такое молекула, кто придумал таблицу Менделеева. Дети отвечали, а параллельно демонстрировали свои художественные навыки. В оздоровительном лагере «Юность» ребятам презентовали раскраску «Между нами химия». Они будут разукрашивать разукрашки, которые наши коллеги любезно нам предоставили и разработали их сами. На основании этих разукрашек мы тоже придумали викторину, на которой дети обязательно с удовольствием примут участие. Раскраски ребят удивили. Рисунками изображены объекты, которые дети видят каждый день на улицах любимого города. К примеру, трамваи нефтехимических маршрутов, экоавтобусы и муралы на домах Нижнекамска. А еще огромные настенные рисунки, которыми украшены промышленные объекты Нижнекамскнефтехима. На какой улице находится дом с арт-объектом «Девушка-лаборантка»? Так. Я тоже не знаю точно ответ, но это рядом диапарк «Семья» в том районе. Мурал «Девушка-лаборантка» красуется на фасаде дома по адресу химиков 82А. Это не единственный арт-объект, к которым компания «Сибур» уже украсила Нижнекамск. Совсем скоро масштабная городская галерея пополнится еще десятью муралами, созданными в рамках паблик-арт-программы «Камон» совместного проекта «Сибура» и Нижнекамска. Наносить масштабные картины будут известные уличные художники со всей России. Также при поддержке нижнекамского предприятия «Сибура» в городе реконструируются и создаются новые общественные пространства, запускаются тематические трамвайные маршруты. И обо всем этом в интересной и доступной для детей форме рассказано в раскраске. Тут есть много очень красивых рисунков на домах, там тоже очень красивые рисунки и истории. Мне больше всего автобус понравился. Его раскрашивать интересно очень. Еще много деталей, это тоже хорошо. Как автобус, он не дает специальный газ. Викторина очень понравилась именно тем, что были интересные вопросы, также сложные и легкие. И мне было интересно на них отвечать и слушать. Вопрос по молекулам у меня оказался очень легким. Поэтому я сразу же быстрее на него ответила. Родители этих мальчишек и девчонок – сотрудники нижнекамского предприятия «Сибур». С помощью раскрасок дети узнали много интересных фактов об их работе. И кто знает, может быть, это поможет им в выборе будущей профессии. Профессии, про которую все, кто в ней, с гордостью говорят. Между нами химия. Анастасия Шакирова, Александр Лихачев. Новости НТР. Домашняя победа. Футболисты «Нефтехимика» в рамках четвертого тура «Мэлбет» первой лиги обыграли Волгоградский рот. Исход матча решил один забитый мяч. Его болельщики увидели уже на четвертой минуте. С передачи Константина Шельцова отличился Султан Джамилов. Далее игра пошла по сценарию нижнекамской команды. Хозяева грамотно оборонялись, при этом не забывали проводить стремительные контратаки. И еще как минимум пара моментов могли завершиться взятием ворот, но гостей выручал вратарь. Закономерная и вполне заслуженная победа «Нефтехимика». Самые проблемные оказались добавлены минуты. И вот последние к основному времени, когда пошел мавал, когда большими силами ротор начал насыщать нашу штрафную, начали бить вперед. Мы здесь несколько раз проиграли подбор. И такие какие-то опасные моменты возникали. Вот один удар в перекладину, который был, наверное, единственным, что можно вспомнить у ротор. Поэтому довольны и результатом, и довольны игрой. В нашем коллективе случилось радостное торжество. В эти выходные женился наш коллега, ведущий и корреспондент НТР-24 Алмаз Кашаев. Мы от всей души поздравляем молодоженов Алмаза и Юлию с этим прекрасным событием в их жизни. Желаем большой любви, взаимопонимания и благополучия. Пусть ваша семья будет крепкой и станет опорой для вас на долгие годы. Это все новости на сегодня. Далее информация о погоде на ближайшие дни. Я же с вами прощаюсь. Легкой вам рабочей недели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok